Привет, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с арестом Свинарчука. Ну, знаете, как я это вижу? Сказать, как я это вижу? Блин, давайте срочно возьмите хоть кого-то, покажите, что весна все-таки наступила не только для Елены Лукаш, да, и для других людей, но вот Свинарчука. Давайте возьмем кого-то, кто у Бособов в Суби, короче, все ненавистницкое. Что вот ненавидят люди, давайте то и возьмем. Мы взяли Латковского, Свинарчука. Я не знаю, что там дальше с ними будет, но, скорее всего, как мы слышим по инсайдам, так будет какой-то показательный процесс, жур-жур, всех, короче, накажут и так далее. Ну, окей, по мне, так вот это вот на самом деле должно было произойти, но все-таки это показуха, как по мне. Извините, я, может быть, не прав, но это лично мое мнение. Да, непоказуха. Переходим к непоказухе. Народные депутаты Украины теперь будут лишаться надбавок за то, что они не будут приходить в Верховную Раду на работу. Я вам напомню, если вы забыли. По словам главы партии, границей для потери мандата может быть 30% пропущенных заседаний. Мы действительно планируем и считаем, что будет правильно, если будет отзыв народного депутата. Говорилось о потере мандата. Сейчас говорится о том, что необходимо там внесение изменений в Конституцию, все, так у вас большинство, все поддержат, я думаю. Если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени, это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний, теряете мандат. Сладкие сказки звучали, но вышли, знаете, то, что обычно выходит. И вот уже представитель «Слуги народа» отвечает в кулуарах. А сколько будете снимать зарплатные услуги? Там, зараз мова идет про зняття цехпочтей на депутатские повноважения. Будут снимать средства, которые отправляются депутату для исполнения депутатских обязанностей. Не говорится там о том, что у него, наконец-то, их лишат мандатов, тех чухрыл, которые вообще туда не ходят. Нет, будут там кошты. Вот скажите, вот реально, для Рабиновича, который там никогда не бывает в Верховной Раде, это какие-то серьезные кошты? Вот пусть там будет 40 тысяч гривен. Это серьезные средства. Вот они на самом деле хотят скормить вот эту фуфловую сказку о том, что для тех ребят, которые не ходят в Верховную Раду, потому что клали они болт на ту Верховную Раду, это серьезные средства. Пусть там будет 60 тысяч гривен. Вау. Три тысячи. Нет, подождите. Две тысячи. Две тысячи евро. Вообще капец. Капец. С учетом того, что за ужин в кабаке оставляют по 200-300, а то и 500. То это, конечно, невыносимый тягар. Правильный тягар. Они просто не выдержат плечи. Ну а вот теперь мы же будем долбить и дальше. Санкции связаны с Крымом. Но появилась информация, что слова народу выкликала премьер-министра на разговор с приводу его отвода концерта в Сокире Перуна. Чи это отвечает действительности и ваша особистая позиция с этого привода? По-перше, премьер отводил не концерт в Сокире Перуна, а встреч с ветеранами. С ветеранами. Все. Еще раз. То есть, действительно, появилась информация, что дернули Гончарука и сказали, мол, ты что, вообще это самое, и будут с ним разбираться или уже разобрались. Но вот представитель опять рассказывает, что он был не на коне Сокире Перуна, а с ветеранами. И вообще создается впечатление, что в стране кроме ветеранов больше никого не осталось. Я понимаю, ветеранов, 370 тысяч, да, насколько я, если я правильно помню. А как бы, ну, типа шахтеров, там, водителей троллейбусов, нет? Ветераны, ветераны, ветераны и еще раз ветераны. Я говорю, если произнести 15 раз слово ветераны, то тогда уже поступок Гончарука не будет выглядеть таким дебильным. Тем более, тем больше, что зустричь с ветеранами. Сколько раз произнесет слово ветераны? 30 раз, интересно, за свой спич. У нас свободная страна, поэтому каждый ходит, куда хочет. Тем больше, что зустричь с ветеранами. Это как шутка какая-то или что? Вы не думаете, это не повтор. То есть тем больше, что это зустричь с ветеранами, а потом тем больше, что это зустричь с ветеранами. Ветераны, ветераны, ветераны и ветераны. И заслуговывают на то, чтобы вперше в истории, взагалі, ветеранского руха украинского. Давайте про это тоже нового ветеранского руха, который выник уже в результате войны с Россией на последние 5 лет. Войны с Россией? И где-то я такое уже слышал. Ах, вспомнил, от БПП. Слушайте, если у вас войнушка с Россией, так может это прописать все-таки законодательно? Не? Не хотите? Они перенимают терминологию, но при этом почему-то не хотят на законодательном уровне ничего делать с этим. Единственное, на что хватило, это вы же знаете, что теперь артисты, которые выступали когда-либо в России после 2014 года, не могут поехать на Евровидение. Знаете, почему это происходит? А потому что все те вонючие рогули, которые сидели там и запороли предыдущее Евровидение, они там так и остались сидеть. Это мы грешным делом думали, что что-то может быть измениться. Ничего не изменилось, и все это рогулье Кострубельское, которое там сидело, оно вот, знаете, неудачливое такое, чучелки, у которых у самих ни хрена не получается. Ничего не получилось. Там сидит этот, там такой клоун есть, и он, я вам уже рассказывал, он на УТ-1, на государственных каналах, продвигает свои никчемные передачи на YouTube, которые он снимает, никто не хочет смотреть. Поэтому он, пользуясь тем, что он сидит на Ледовой Раде, продвигает их там, вы понимаете, да? Их никто оттуда не погнал, они там так и продолжают сидеть. Поэтому, конечно же, конченое рогулье, так, был в России, все, а что такое был в России с выступлениями? Это значит, ну, востребовано твое творчество. Вот, что это значит. Потому что очень много есть ребят, очень чрезвычайно талантливых, в своем селе, к примеру, да? И вот они не едут, потому что, не потому что они не хотят ехать, потому что никто не зовет обычно. А те, которые выступают, значит, ну, то есть, Маруф опять отрубили возможность туда ехать. Я думаю, ей давно пора начхать на это, выступить в какой-то Турции, занять место. У нас есть теперь ветераницы войны, впервые в истории, за пять лет, в премьер пришел до ветерана. Они все про это написали. Я думаю, что можно в слово ветераны вставлять еще одно слово ветераны. Будет такой ветеран. Вы видели, и ветераны, которые за премьера, и против премьера, и за Зеленского, и против. Те, которые пришли наступного дня на митинг, но они выяснили, что это такой факт был, что премьер пришел на взгляд с ветеранами. Забавно, если 120 раз обозвать Медведько ветераном, он этого станет ветераном или что? Мне пишут, вчера в Инстаграм парень написал, что говорит, на передовой смотрю твои видосы. Много говорит Прыхильников Порошенко, поэтому не получается всем показать, что я же смотрю твои видосы. Вот эти вот обычно, они потом возвращаются, они не ходят нигде, не орут на каждом углу, что я ветеран, я ветеран. А он тем вот, стоило один раз выехать, быстро записать себе уже участник. Сколько там прокурорских было с выездами. Ветераны, 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 ветераны. И что? Щодо группы Сакира Перуна, ну, знов таки, мы живем в вольном суспільстве. У нас разные проявы есть в разных организациях, в разных мистецких течах. То есть, ну, тут треба, давайте, або будем отновлять тогда комиссию с моральной тетикой. Течение искусства. То есть, это вот такое, когда течение искусства получается Сакира Перуна. А, и давайте тогда комиссию по морали, как будто бы это что-то плохое. На самом деле, Сакира Перуна, это что, что-то плохое? Смотрите, была возможность просто признать, да, мы ступорылили. И туда нашего тупорылого премьера потащила абсолютно тупорылая министерша по делам ветеранов, которая раньше прекрасно служила тем самым, сам режима, типа Захарченко, главы МВД и так далее, да. Но, они продолжают упираться своими лапами и отрицать то, что они ступорылили. Она будет там какие-то выставки робить. Под, ну, там, законы какие-то, певные, она не подпадает прямо, да. У нас нема закону, повязанного с цією идеологией, которую споведует эта группа. А вот это уже интересно. Слуга народа, законодатель, рассказывает, что под эту идеологию у нас нет законодательства. Я вам уже читал тексты прекрасной, Сакиро Перуна. У меня еще есть, смотрите. Черная душа в белом теле, черный мозг и белая кожа. Посмотри на себя, белая обезьяна. Это не парадокс, это правда. Черные обезьяны повсюду, на ТВ, в журналах. Ты как зомби сидишь, переключаешь каналы. Евреи делают из тебя раба. И ты этому, как видим, рад. Уже не белый, еще не черный. Ты дерьмо на колесах истории. И так, ведешь себя как нигер, одеваешься как обезьяна. Будешь есть бананы, залезешь на пальму. Да не, вышиванку буду надевать. По любасу. Еще не белый, еще не черный. Ты идешь к хаосу. Все, все. И главное, что у них везде виноваты евреи. Следующий текст. Под эту идеологию у нас нет, конечно, законодательства. Но это же заслуга народа сказал. Слава славянским скинхедам. Слава спасителям расы. Белые братья-герои. Слава скинхедам Великой Руси. Ну, тут оно повторяется. Слава, 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 слава скинхедам Великой Руси. Сила в европейском братстве. Если один погибнет, на смену ему сотни. Единый кулак. Раздавит жидовское гетто. Очистит белую землю. Опять от цветной грязи. Секира перуна. Вандал калавра. Слава скинхедам. Конечно. Под это у нас нет никакого законодательства. Я абсолютно в этом уверен. Если ты белый, ты избранник богов. Ты потомок. Это уже следующая песня. Потому что, можно же было подумать, что это одна песня какая-то. Я специально выдернул, знаете, и начал там зачитывать. Что ждет белую расу. Будет ли в них гордость за свой народ. Или победит ложь и извечный жид. У них все на одну тему. Ну, практически все, да. Они написаны кровью арийских воинов. Пламенные буквы. 14 слов. Ну, конечно же, имеется в виду 14 слов Дэвида Лэйна. 14,88. А 88 это из Майн Камп. Ну, то есть, все как должно быть, знаете. И следующая песня. А, это опять про черных. Это ничего нового, как говорится. Так что там, ну, под эту идеологию у нас нет никакого законодательства. Серьезно, да? Так, ну, это же не, ну, это зустрись с ветеранами. Ну, это, ну, дивиться. Я могу сказать, что у нас зараз был не брифинг с вами, да? А вы вивчали картины. Вот, вы с такими привезли. Да, да. Так как зустрись с ветеранами, так зустрись с ветеранами. Продолжают упираться, причем рогом. Вот так уперлись и все. И стоят на своем. Ну, окей, стойте. А мы будем стоять на своем. Будем вас долбить. Если вы думаете, что это вам пройдет вот так вот мимо. Так нет, нифига не пройдет. Более того, сегодня получено, я точно знаю, с Бундестага письмо. Да? Администратор, ну, уже офисом президента Зеленского. Где евродепутаты выражают свое неудовольствие тем, что миротворец еще не закрыт. Вот что надо? Чтобы пришел какой-то взрослый большой дядя по имени, там, ну, я не знаю, Дональд, к примеру. Взял вот так вот и вот помакал именно лицом публично перед всем миром. Этого ждут или что? Давайте быстро закрывайте. Но тут не дело закрыть. Я вот сегодня давал комментарии. Вы понимаете, если открыть сайт, где снафт, там, убийства какие-то, да, к примеру, то, значит, не получится его просто закрыть. Надо наказать тех, кто был к нему причастен. Антоха Герасченко на выход. Не накажете? Мы продолжим гнать волну. И будем ее гнать, пока вас всех нахрен не сметет. Вами правит меньшинство, а за нами большинство. Поэтому подчинись, слуга народа. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Спасибо. 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 Спасибо.